Добрый вечер, здесь Измайлов и у нас в студии сегодня в эту пятницу академик Российской Академии Наук Сергей Глазьев. Сергей Юрьевич, приветствую вас, спасибо, что нашли время. И я-то сейчас, краем уха, слышал, что вам пришлось чуть ли не на метро к нам добираться. Ну, это нормальный способ транспорта, единственное, надежный. А часто приходится? Это постоянно. А люди как узнают? Да сейчас не особенно, сейчас, по-моему, люди озабочены минимизацией контактов, чтобы, не дай бог, не подхватить вирус. Не заболеть гриппом, это правда. Давайте к нашим финансо-экономическим темам. Надо ли вводить в экономике какие-то чрезвычайные меры, о чем банкиры сегодня попросили, собаките экстренные меры, они их так назвали в их понимании. Или, может быть, что-то схожее с формулировкой Оланда, чрезвычайное положение в экономике? Вы знаете, в экономике просто нужно вводить разумные меры, потому что то, что сегодня происходит, особенно в финансовой сфере, вызывает недоумение, подчас гомерический смех у наших недоброжелателей. А у специалистов недоумение. Потому что в нашей ситуации, когда рубль самая обеспеченная валюта в мире, напомню, что объем валютных резервов у нас почти вдвое уже превышает объем рублевой денежной базы. Рубль самая недооцененная валюта из всех стран двадцатки. У нас паритет покупательной способности уже почти в три раза выше, чем обменный курс. И при положительном сальдо торгового баланса допускать такие колебания курса рубля, это не укладывается в голове. Зачем это делается? Конечно, есть гипотеза, есть предположения, есть мнение участников рынка о том, что курс рубля стал объектом манипуляции недобросовестных игроков. Но эти недобросовестные игроки не могут поедать сами по себе. Это происходит потому, что Центральный банк не выполняет свою конституционную обязанность обеспечения стабильности курса валюты. И вследствие этого у нас сегодня прекращены инвестиционные проекты многие. Люди потеряли в бизнесе ориентиры, никто не знает, какой курс будет завтра. В этих условиях невозможно ни планировать введение бизнеса, ни инвестировать, ни торговать в рублях. И я занимаюсь уже седьмой год евразийской экономической интеграцией. И могу сказать, что от такого ущерба, как от непрогнозируемых колебаний курса рубля, наш евразийский интеграционный процесс ни разу ни от кого не получал. Мы успешно развивались, мы строили планы о том, что рубль должен стать резервной валютой. Мы убеждали наших партнеров торговать в рублях. И вот такой удар, вследствие которого уже наши партнеры и слышать не хотят о торговле в национальных валютах, начинают отгораживаться, потому что считают, что обесценение валюты это недобросовестная конкуренция. Хотя мы понимаем, что тут это не спланировано. Это все следствие как раз самоустранения Центрального банка от выполнения своей ключевой обязанности. Но если это происходит, то значит кому-то выгодно. И понятно, что на валютных спекуляциях достигается сумасшедшая норма прибыли, порядка 80-100%. Что кто-то на этом зарабатывает десятки миллиардов. Ну и участник рынка даже знает кто. Это только отечественные? Вот если говорить о предположениях, не только отечественные. Но вы знаете историю с Дойчей банком, которая сейчас подвергся санкциям со стороны Соединенных Штатов. Даже Министерство юстиции США в свое время объявило расследование по признакам манипуляции курсом рубля. То есть весь мир с удивлением взирает на удивительный эксперимент, на реанимацию какой-то архаичной политики образца 19 века. Но там хоть золото было, которое, можно сказать, в какой-то степени стихийно формировалось на рынке. Но сейчас же все управляемо. И то, что происходит, это расшатывание фундамента. Вот наш президент говорил на встрече с опорой России, что нельзя расшатывать фундамент нашей экономики. Так вот, курс рубля – это несущая конструкция всего экономического здания. И каждое колебание курса рубля сравнимо с землетрясением. Если мы, так сказать, говорим об аналогии, скажем, с домом. Вот мы строим наш общий экономический дом, и у нас в фундаменте постоянно взрываются мины. И мы понимаем, что те, кто их взрывает, получают на этом сверхприбыли. А служба безопасности, которая должна следить за тем, чтобы в нашем фундаменте не было трещин, на самом деле не обращает внимания на гигантские уже провалы, в которые целые отрасли российской экономики провалились, которые перестали развиваться, перестали инвестировать. Именно потому, что раскачка курса рубля на 5% в неделю – это невиданное дело. Даже среди стран с нефтедобывающей экономикой, где зависимости от экспорта нефти даже больше, чем у нас, но нигде курс национальных валют не провалился больше на 12-15%. Поэтому каждое колебание курса рубля – это подрыв нашего фундамента, это превращение его постепенно в песок, на котором ничего нельзя построить. Здесь мы не можем не спросить. С одной стороны, понятно, желание игроков рынка, крупных банков, если мы предполагаем заработать на этом, может быть, обладая какой-то соответствующей информацией. Но есть ли кто-то покрупнее, наши геополитические противники, которые могут использовать эту ситуацию, тем более мы откровенно видим действия, и сегодняшнее заявление пресс-секретаря о действиях Соединенных Штатов по отношению к президенту, который просто прямое очернение идет. Разумеется, это все в интересах наших недоброжелателей, которые, собственно говоря, и санкции нам экономически применили в расчете именно на такую политику. Обратите внимание, что санкции совпали с декларированием о переходе к так называемому таргетированию инфляции, что является полной мифологией, потому что тот способ в кавычках таргетирования инфляции, при котором курс рубля отправляется в свободное плавание, привел к прям противоположным результатам. Инфляция не снизилась, а повысилась в два раза. И американские санкции как раз рассчитывали на то, что будет такая политика, что Центральный банк уйдет с рынка, это позволит спекулянтам захватить контроль над рынком. Если бы Центральный банк оставался на рынке как стабилизатор, никакой бы спекулянт даже с большими деньгами за рубежа не смог бы ничего сделать при таком объеме валютных резервов по отношению к рублевой денежной базе. Поэтому первое, что нужно было сделать для того, чтобы экономические санкции против России были эффективными, это убедить денежные власти в том, что им нужно убраться с валютного рынка. После этого валютный рынок оказался в руках у спекулянтов. Замечу, что устойчивое последнее десятилетие на финансовом рынке в целом у нас доминируют нерезиденты, иностранцы. Примерно три четверти операций совершаются в пользу нерезидентов на валютно-финансовом рынке. А на валютном сегменте, который сегодня доминирует, в некоторые периоды доля нерезидентов достигала 90%. И замечу, что американские санкции не распространяются на спекулятивный капитал. Они касаются только долгосрочных кредитов, которые запрещено давать нашей стране. А что касается спекулянтов, пожалуйста, 30 дней берите кредит, спекулируйте сколько хотите. С учетом того, что Московская биржа теперь одновременно с таргетированной инфляцией произошла такая квазиприватизация Московской биржи, и там сегодня правят балл спекулянты, которые по многим признакам, можно судить, стимулируют спекулятивные колебания, используя кредитные рычаги всевозможные, используя, я думаю, как говорят участники рынка, инсайдерскую информацию подчас. То есть Московская биржа сегодня превратилась в главный центр прибыли в стране, через который в прошлом году прошло операции в два раза больше, чем объем ВВП в стране, и раз в пять больше, чем объем экспорта или импорта. Это при том, что экономическая активность в стране падает, а объем операции на бирже почти в два раза вырос. То есть биржа превратилась в главный центр генерирования прибыли в российской экономике. Туда перекачивают деньги банки, вытаскивают деньги из реального сектора, которого рентабельность там 5-7%. Не выгодно вкладывать. Не выгодно вкладывать, и тем более при таких колебаниях курса непонятно, как можно планировать работу. Зато колебания курса на бирже – это источник сверхприбыли. То, что для реального сектора экономики смерть и прекращения инвестиций, для спекулянта это манна небесная. Норма прибыли там достигает 60-80%. Ее не показывают. Ее через подставные, так называемые, мнимые сделки выводят за границу, в офшоры. При этом игроки демонстрируют убытки, хотя на самом деле получают 60-80% прибыли. Причем, опять же, поскольку центральный банк не стабилизирует ситуацию, она в руках у небольшой группы игроков, у которых безграничный доступ к кредитам, у которых достаточно много денег, чтобы манипулировать рынком. И, собственно, экономические санкции были на это и рассчитаны. Что именно такого рода политика будет проводиться, которая в условиях отключения российской финансовой системы от долгосрочных источников кредита породит ажиотажный спрос сначала на валюту в связи с необходимостью уплаты внешних долгов наших корпораций, затем окончательно выбит регулирование из рук государства в пользу манипуляторов, которые действуют в частных интересах. Но я могу сказать, что нигде в мире такого нет, потому что происходящее давно бы уже стало предметом расследований, я думаю, очень жестких решений. Мы неоднократно обсуждали на форумах с ведущими представителями финансовых регуляторов, ну, в прошлом, правда, Япония, Европа, Америка, они дают множество рецептов, и говорят, что, и это подтверждается с точки зрения расчета, что можно было бы стабилизировать курс рубля моментально, не допускать никаких спекуляций, и уже давно наладить инвестиционный процесс. Но согласитесь, вот после декабря 2014 года, когда произошел провал, сразу в разы, и, опять же, специалисты говорят о сознательно допускаемых сбоях в работе биржи, которые спровоцировали этот обвал. Ну, случился обвал. Что мешало застабилизировать курс на этом уровне? Мы же сегодня вернулись на тот же самый уровень. И не было бы этих гигантских раскачек, бизнес бы успокоился, реальный сектор обрел бы новые ориентиры конкурентоспособности, после девальвации он стал более конкурентоспособным. Мы бы получили стабильность, и сегодня был бы экономический рост. Ведь не только наши расчеты, но и рекомендации деловых кругов, скажем, деловой России, опора России, говорят о том, что мы можем сегодня расти, расти с темпом не менее 10% в год. Сергей Юрьевич, самое интересное, давайте через две минуты о том, как нам перейти к стремительному росту. Сергей Глазьев, Сергей Юрьевич, вот перед стремительным ростом, как нам действительно сейчас перезапуститься, еще пару слов о ЦБ. Смотрите, сегодня президент сказал, я приведу цитату, хочу подчеркнуть, что ЦБ по закону самостоятельное учреждение со своей собственной компетенцией. Раз, и вот здесь уже несколько вопросов, люди спрашивают, ну, а как вот через телеграмму, вот интересно, регулятор, он же ЦБ, все знает, а как тогда, почему он ничего не делает, то есть кому это выгодно? Вот эти разговоры о том, что ЦБ независим с одной стороны, и неоднократно пресс-секретарь президента говорил, ссылаясь на конституцию, отсылают нас к тому, что мы никак не можем повлиять тогда на происходящее? Ну, во-первых, можем, конечно. Есть закон о Центральном банке, который определяет способ назначения руководителей, руководящего состава Центрального банка. Это демократическая открытая процедура, президент вносит кандидатуры членов Совета директоров, Государственная Дума их утверждает. Ежегодно на всех уровнях рассматриваются основные направления единой государственной денежно-кредитной политики, которая проходит согласование с правительством, поэтому Центральный банк один из органов государственного регулирования, он, конечно, обладает достаточно широкой автономией, но вместе с тем он должен действовать в соответствии со своими обязательствами, которые установлены законом. Я сам участвовал, есть грех в написании закона о Центральном банке в свое время. Далеко не все наши предложения были учтены, скажем, поскольку Центральный банк отвечает не только за курс валюты, но и за, как все теперь уже понимают, за уровень процентных ставок в экономике, и за банковский надзор, а теперь уже и за регулирование финансового рынка. Все эти функции описаны в законе. Но есть фундаментальная функция стабильность национальной валюты. Это даже в Конституции зафиксировано. И это ведь не случайно. Никто никогда не ставил эту функцию под сомнение. Она действительно главная в работе Центрального банка и главные необходимые условия для развития экономики стабильность, для стабильности макроэкономической ситуации, стабильность курса. Тем более для такой открытой экономики, как наша. Поэтому дело не в том, что он там зависимый, или независимый, или слабозависимый, или абсолютно самостоятельный. Дело в отсутствии механизма ответственности за исполнение своих функций. Он может сам интерпретировать. И вот в этом есть проблема. Вторая проблема связана с работой его как финансового регулятора. Еще пять лет назад Московская биржа была в полном управлении Центрального банка. И предположить, что тогда могли спекулянты так манипулировать курсом рубля, было невозможно. Потому что Центральный банк регулировал биржу. И существует сто и один способ остановить спекулятивный ажиотаж на бирже. Замечу, что ни в декабре 2014 года, ни затем, из этих сто и одним способом ни разу так и не воспользовались. Сохраняются большие кредитные рычаги. Сам Центральный банк допускает рефинансирование спекулятивных операций. Сам создает новые каналы рефинансирования спекулятивных операций, типа валютного репо. И не использует ни один из широко известных в общемировой практике способов стабилизации финансового рынка, когда там возникает ажиотаж. А колебания на 5-7% это уже ажиотаж. Любой бы денежный регулятор, финансовый регулятор, в любой стране бы вмешался в это дело. И как минимум оставил бы торги в таких ситуациях. Такое ощущение, что специально отдали на откуп спекулянтам, которые сами определяют, где дно, между собой договариваются, достигают дна, фиксируют выручку, продают валюту, отпускают, потом курс рубля идет вверх, потом они опять ловят момент и опять начинают давить вниз. И от этой раскачки ничего хорошего нет. Потому что каждое колебание курса рубля вниз это удар по ценам. Это всплеск инфляции. Когда рубль поднимается вверх, уже такого отскока в ценах нет. Поэтому качки курса вниз это каждый раз инфляционная волна, а подъем курса вверх это просто удар по конкурентоспособности предприятиям, которые так и не могут адаптироваться к никакому уровню курса, потому что он постоянно колеблется. А вот эти разговоры о том, что нам выгодно сейчас слабый рубль, мы можем запустить там собственную производство, хотя у нас вроде как импортная запчасть, импортное машиностроение, не очень понятно, почему выгодно, но тем не менее говорят, что вот, при этом кредитов нет. Вы упомянули, что нам перекрыли там, санкциями закрыли там возможность кредитоваться. Здесь мы деньги, доллары как бы взяты, отдаем обратно все это время, а новые нам не выдает ЦБ. Здесь у себя мы, получается, не имеем права кредитоваться. Я хочу вернуться к мысли нашего президента, относительно фундаментальных условий обеспечения макроэкономической стабильности. Что такое фундаментальные условия? Если мы сравним экономику со зданием, то главное, что здесь инженер должен делать, а денежные власти, это инженеры все-таки на финансовом рынке, они должны обеспечивать необходимую прочность всех несущих конструкций. Стабильность курса рубля – это ключевая несущая конструкция всего макроэкономического здания и фундамента. Я уже об этом говорил. Очень важный момент – пропорции. Какой должен быть курс рубля? Существуют на этот счет определенные экономические закономерности. Плохо, когда валюта переоценена. Это подрывает конкурентоспособность товаропроизводителей. Но плохо, когда она сильно недооценена, потому что это препятствует эффективному участию в международном разделении труда. Вы правильно говорите, что импорт технологий становится очень дорогостоящим. А для стран, отстающих в техническом отношении, в зависимости от импорта технологий и оборудования, у нас, например, 60%, к сожалению, всей машиностроительной базы – это импорт сегодня. Поэтому, когда курс рубля снижается слишком, невозможно заниматься заимствованием технологий, покупкой оборудования. Ну и самое страшное, когда он колеблется. Понимаете? Причем он колеблется из одной красной зоны в другую. Что, как я уже сказал, равносильно землетрясение. Когда у вас главная несущая конструкция начинает расшатывать все здание. Еще раз подчеркну, что при том запасе прочности, который у нас есть, обеспечить стабилизацию курса – дело очень простое. Это гораздо проще, чем, скажем, составить стратегический план или вместе с бизнесом обсудить и разработать индикативные планы. И, главное, есть все для этого возможности. Но то, что сегодня происходит, особенно с нашей внешней зависимостью от колебаний краткосрочного спекулятивного капитала и с нашей обшаризацией, понимаете, это напоминает, что вот наше здание сегодня, у него фундамент расшатывается каждый день, просто нас трясет. Главная несущая конструкция раскачивается с запредельной амплитудой. Выбиты все стекла. А мы продолжаем топить. У нас большие запасы топлива, огромные запасы строительных материалов. У нас квалифицированы люди. Но вместо этого мы сидим и ждем, когда вдруг за окном наступит хорошая погода, и западные инвесторы к нам снова придут, помогут нам стабилизировать макроэкономическую ситуацию. И, глядишь, наступит лето, и все будет хорошо. Вот примерно такая аналогия. Еще инновации, слово тут было произнесено, которые нас спасут. Инновации требуют долгосрочного планирования. И надо сказать, что та программа мер, которую, скажем, Столыпинский клуб сегодня предлагает от имени бизнеса и ученых, она в инженерно-финансовом смысле прекрасно просчитана и исходит как раз из современного понимания законов на финансово-экономической жизни, как сопротивление материалов при строительстве здания. То есть понятно, что если мы хотим построить, восстановить наше экономическое здание, мы должны сделать инвестиции выгодными. Без этого мы не починим с вами несущие конструкции, не обновим каркас, и даже стекла не вставим. В ситуации, когда процентная ставка в три раза превышает рентабельность производственной сферы, все наши великолепные сотрудники, рабочие, не смогут концов с концами свести, и никакие инвестиции невозможны. Поэтому важнейшая пропорция в строительстве экономического фундамента это соблюдение соотношения. Процентные ставки не должны превышать норму рентабельности в производственной сфере. Если процентные ставки превышают норму рентабельности в производственной сфере, а сегодня это в три-четыре раза, если брать рыночные ставки, то это означает, что если кто-то берет кредит, то, скорее всего, он не вернет. И банки это прекрасно понимают, поэтому они либо прекращают рефинансировать производственную сферу, и превращаются в райдерские конторы, которые отнимают просто имущество у здоровых предприятий, которые не могут сегодня продолжать развиваться, потому что в промышленности половина оборотного капитала это заемные средства. И когда центральный банк поднял процентную ставку в разы, понятно, что все предприятия, которые брали кредиты для обеспечения своего воспроизводства, тут же сели на мель. И дальнейшее воспроизводство при таких процентных ставках, оно попадает в убыточную зону и становится бессмысленным. Если мы хотим построить прочный макроэкономический фундамент, нам необходимо, во-первых, стабилизировать курс, о чем я уже много говорил. Второе, нам необходимо снизить процентные ставки до уровня не выше рентабельности в производственной сфере, но мы должны позаботиться о том, чтобы вставить окна в наше здание, чтобы это тепло, которое мы даем для экономического роста, не улетучилось в форточке, так сказать, в разбитые стекла. Для этого необходим контроль за целевым использованием денег, необходимо избирательное валютное регулирование, включая ограничения против спекуляций, прекращения манипуляций на финансовом рынке, сдерживание попыток раскачать наш финансовый рынок вследствие бесконтрольности трансграничных операций. Вот когда мы сделаем такие необходимые фундаментальные условия для макроэкономической стабильности, можно говорить об экономическом росте, потенциал которого не меньше 10% в год. Сергей Глазев, сразу после новостей продолжим. Вторая половина часа Академик Российской Академии Наук Сергей Глазев. Сегодня в студии РСН говорим об экономике и о ситуации в нашей экономике. Здесь вот по поводу роста теперь, смотрите, правительство разрабатывает новый, как они его называют, антикризисный план. Во-первых, не очень понятно, чем был плохо тогда старый, за который они сами себя похвалили все в конце года и поаплодировали. Во-вторых, там есть слова структурное изменение экономики, если надежда, что в эти слова вложено что-то, о чем говорят экономисты вашего лагеря и вокруг вас. И нас спасут, вот малый бизнес, мы с вами начали говорить там про инвестиции, которых нет там и нет здесь. Если все так будет продолжаться, как сейчас, то что будет с экономикой, с родиной и с нами? Понимаете, в отсутствии макроэкономической стабильности и в ситуации, когда ежеминут нас трясет и наш экономический фундамент превращается в прах, не может быть никакой антикризисной конструктивной политики, любые конструкции утонут в этом забывчем песке. Ну, как, например, вот начинаем, 2007 год, возьмем пример, раздали почти 2 триллиона рублей банкам. И одновременно банки увеличили на эту же сумму валютные активы. То есть деньги ушли на валютный рынок и за границу. Банки получили сверхприбыли, причем порядка 300 миллиардов рублей сверхприбыли, вот насколько я помню по тогдашним оценкам. А реальный сектор провалился на 10%. Мы по объему ВВП упали, по промышленному производству хуже, чем все страны 20-ки. И апологеты, вот, не знаю, там, экономисты которых, там, скажем, к которым я отношусь, они не в лагере. Они, так сказать, нормальные ученые, которые живут ради истины, объективных знаний. А вот те, которые в лагере спекулятивном, вот в этом лагере, они такое апологетику этой политики, значит, раструбились, что у нас чуть ли не самая эффективная антикризисная политика, хотя с точки зрения всех стран 20-ки она самая оказалась провальная с точки зрения эффективности, количество денег, потраченных на антикризисные меры, и макроэкономические показатели. Хуже была только Украина, которая в 20-ку не выходит. Теперь возьмем 2014-2015. 2013-2014 год, вот когда началась тряска с курсом рубля, с так называемым таргетированием инфляции, тоже ведь были выделены немалые деньги. Причем выделяются они, если реальный сектор получает под 18% на рынке, банки получают, которые, так сказать, на равных конкурируют под 11% рефинансирования в короткую от Центрального банка, а есть структуры, которые получают под полпроцента. Есть структуры, которые получают под 0,1%. Поэтому, когда нашу программу критикуют с точки зрения того, что вы не сможете обеспечить целевое управление денежными потоками, это абсурдно, потому что в режиме вот такого управления, когда одним можно под 0,1% получать большие деньги, а другим под 18%, это ничего общего ни с рынком не имеет, ни с либеральной экономикой, которая нам все время, так сказать, как жупелам показывает, куда мы якобы идем. Это чисто какой-то такой феодализм, где создаются возможности для чудовищного произвола, субъективизма, и те, кто ближе, тот и больше получает. Получается так. Нам нужны универсальные правила для всех, разумные правила. Я уже сказал про базовые конструкции. Теперь я хочу два слова о стратегии развития сказать. Когда нам пытаются представить предложение науки как некий возврат к старой системе директивного планирования, это полная чепуха. Это наши оппоненты постоянно тень на плетень, пытаются наводить в отсутствие аргументов. На самом деле, стратегия развития, которая нужна сегодня стране, неизбежно будет носить смешанный характер. Мы имеем небольшую группу передовых отраслей, где мы по-прежнему на мировом уровне находимся. Это ракетно-космический комплекс, это атомная промышленность, это частично авиационная промышленность. Замечу высокотехнологические сферы, где цена одного килограмма изделия достигает не как у нефти, там, центы, а достигает 10-15 тысяч долларов за один килограмм. То есть, каждый процент роста в этих отраслях дает десятки процентов смежных. И это как раз то, о чем мы хотим, говорим все время, инновации, научно-технический прогресс, который дает 90% современного экономического роста. Кроме того, у нас есть прорывные направления, в которых мы долгое время лидировали в мире, скажем, клеточные технологии, те же стволовые клетки, которые были открыты в Советском Союзе, которые сегодня широко применяются к клеточной технологии в медицине. В медицине самая настоящая революция происходит. Темп распространения биоинженерных достижений в промышленности составляет 35% в год. И вообще новый технологический уклад сегодня растет с темпом от 20 до 80% ежегодно, но в разных сферах по-разному. Это нанотехнологии, это биоинженерные технологии, это информационно-коммуникационные технологии на новой основе. У нас есть люди, которые умеют это делать. Беда только в том, что они уезжают за границу. Мы теряем больше половины выпускников по специальности, скажем, молекулярной биологии или биоинженерии. Даже до трех четвертей доходят, если брать аспирантов. Зайдите в Московский университет, на любом факультете, который готовят специалисты мирового уровня, везде объявления. Apple, Microsoft, прочие с руками отрывают наших ребят. Они уезжают почему? Потому что здесь нет механизмов финансирования этих разработок. И в Силиконовой долине, там, как вы знаете, второй язык русский. И, в общем-то, проблема наша не потому, что у нас нет идей, нет проектов, а потому что нет финансовых механизмов, экономических механизмов внедрения этих новых технологий. Вот здесь, там, где мы имеем передовые направления, нужна стратегия опережающего развития. Мир сегодня проходит смену технологических укладов. И идет гонка. Что произойдет раньше? Диспропорции, связанные со старым технологическим укладом, накроют передовые страны в виде финансовых пузырей, в виде безработицы, обесценения капитала, или они успеют раньше вырваться на траекторию экономического роста? И вот мы видим, что сейчас уже в передовых странах начинается оживление экономики. То есть не рецессия, несмотря на падение нефтеметалов? В Америке, вы знаете, 3%, примерно в Европе 1,5%. Китай вообще, так сказать, перестраивается на марш, что называется, постоянно. То есть новый технологический уклад, который растет с темпом около 30% в год, сегодня набирает вес. Он становится локомотивом экономического роста. А мы фактически не занимаемся ни стратегическим планированием, ни долгосрочными инвестициями в эти передовые разработки. Имея фундаментальную науку, мы заняты реформированием фундаментальной науки, вместо того, чтобы дать возможность нашим специалистам получить, дать им дешевые длинные деньги, чтобы они могли экспериментировать, могли создавать, внедрять здесь новые технологии, помогать им субсидиями. И, конечно, это не 18% годовых, понимаете? На таких процентных ставках новые технологии получить невозможно. Нужен ошелонированный механизм финансирования через институты развития с горизонтом на 10-15 лет. Мы уже прозевали возможности быстро заскочить на эту новую технологическую волну. Вот смотрите, мы в лазерах были первыми, а сегодня светодиоды мы до сих пор не можем производить в массовых масштабах. Хотя это наши технологии. По наноматериалам до сих пор мы топшимся на уровне лабораторных разработок, которые у нас были 15-20 лет назад. То есть государство, как государство развития, не функционирует. Это как раз с точки зрения переживаемого в мире переломного момента смены технологических укладов, государство должно стать государством развития. Это первая стратегия, опережающая развитие производств и технологий, связанных с новым технологическим укладом. Вторая стратегия динамическое контуром. И здесь нужно его дополнять. Это импорт технологий, закупка патентов, опытных образцов, покупка лицензий и так далее. Ну, примером такой отрасль является, скажем, гражданское самолетостроение, где нам чуть-чуть не хватает сегодня в основном в связи с низкими масштабами производства и изношенным оборудованием. Наконец, третья технология, точнее, третья стратегия, которая у нас хорошо известна, это догоняющее развитие. Когда мы просто приглашаем иностранных инвесторов со своими технологиями. То, что сегодня у нас называется промышленной сборкой автомобилей, например. Так вот, стратегия развития должна иметь смешанный характер. Она должна включать в себя и опережающее развитие, и наверстывание, и догоняющее развитие. Все эти стратегии требуют соответствующих механизмов кредита. Потому что кредит, монетаристы считают, что деньги это золотые монеты. Они так к деньгам относятся. Поэтому они думают, что чем меньше денег, тем ниже цены, как у любого товара. Наоборот. То есть они под деньгами наших денежных властей представление о деньгах какого-то 18 века. Абсолютно дремучее представление, не имеющее никакого отношения к реальности. Кредит это механизм авансирования экономического роста. И современный экономический рост уже с 18 века начался тогда, когда государства изобрели кредит. И сумели вытеснить ростовщиков с финансового рынка и дать промышленности возможность получать длинные долгосрочные деньги. Разумеется, здесь должен быть баланс. Разумеется, нельзя деньги раздавать просто так и даже разбрасывать их с вертолета, как некоторые. И претенд, говорю, просто так, не надо пищать. Неокинсианцы предлагают. Нет, наша программа предусматривает целевое управление деньгами, создание долгосрочного кредита через механизмы не просто контроля за движением денег при помощи института в развитии, а наложенные на стратегические и индикативные планы. При этом эти стратегические и индикативные планы это не старое централизованное планирование. Это совместное творчество бизнеса, науки и государства. При этом государство выступает не как диктатор, а как координатор. Сергей Юрьевич, две минуты буквально и сразу продолжим. Сергей Юрьевич, еще много вопросов и вот тему, которую вы затронули. Один момент только вот по спасению банков. Несколько вы привели таких моментов в недавнем прошлом нашем, когда государство спасало банки, в том числе и не совсем государственные. Но вот эта история с ипотечниками сейчас стала совсем громко. Люди выходят, перекрывают улицы. Почему людей... И знаете, общество опять раскололось на две части. Кто-то говорит, не надо помогать им. Сами выбрали валюту, пусть сами расхлебают. Песков сказал, что здесь простого решения нет и надо действовать как-то вот подумать аккуратно. Мы можем как-то закрыть вообще вопрос для наших граждан самой большой страны, с самыми большими ресурсами, чтобы люди не отдавали столетиями кредиты, будь то в долларах или в рублях, чтобы у всех была крыша над главой. Есть ли это возможность? Государство может отвечать только за то, чем оно управляет. Наше государство не управляет эмиссией долларов, оно не может отвечать за доллары и евро, поэтому вообще говоря, правильно было принято решение, запоздало, вообще прекратить кредитование в валюте. Но, коль скоро это было допущено, то и люди верили, государству, что курс рубля будет стабильным и в этом обязанности государства, то государство должно по своим обязательствам расплатиться, то есть конвертировать, это моя точка зрения, конвертировать эти валютные обязательства рубли по тому курсу, который был обещан. Был обещан стабильный курс. И от того, что центральный банк сам устранился с рынка, у нас все время добросовестные граждане страдают, которые верят государству. И так вот, механизм планирования, хочу вернуться, чтобы завершить обзор той программы, которую мы вместе с бизнесом и наукой сегодня в рамках, скажем, Столыпинского клуба отрабатываем и предлагаем общественности. Это частное государственное партнерство. В рамках механизма планирования бизнес должен показать, раскрыть свои возможности, с помощью науки нащупать новые направления прорыва, возможности модернизации, повышения эффективности производства. Государство должно в рамках этого социального контракта с бизнесом гарантировать стабильность макроэкономических условий, что обязательно. Это касается и курса, и налогов, и процентных ставок. Обеспечить кредит долгосрочный, подразумные процентные ставки. Бизнес за эти деньги должен взять на себя обязательства увеличить объемы производства товаров, которые нужны стране. Например, в рамках той же программы импортозамещения, о которой так много разговоров и были оценки, что это возможность на 3 триллиона поднять объем выпуска продукции. Взять на себя обязательства модернизации производства и повышения эффективности. Все это должно быть цементировано контрактом между государством и бизнесом, где каждая сторона должна выполнять свои обязательства. И тогда у нас увеличение кредита, расширение кредитования производственных предприятий обернется ростом производства товаров и повышением эффективности экономики, а значит снижением цен. Ведь главный способ борьбы с инфляцией это не сжатие денежной базы, когда начинается резкое падение качества денег, что мы уже в 90-е годы проходили. А любой знакомый с практикой человек согласится с тем, что главный способ борьбы с инфляцией это снижение издержек, это повышение эффективности, это внедрение новых технологий, это расширение выпуска товаров. И вот наш диалог с бизнесом показывает, что сегодня наше деловое сообщество готово взять на себя обязательство поднимать объемы производства не менее чем на 10% в год и внедрять новые технологии. В год 10%. Замечу, что с точки зрения ресурсов это реально. У нас сегодня мощности загружены в среднем на 55-60%. Причем чем выше технический уровень, тем ниже загрузка мощностей. Спад, который мы сегодня наблюдаем, он идет на новых мощностях. Падение производства испытывают предприятия с современной технологической базой. У нас нет ограничений по ресурсам. На единицу, скажем, сырья мы производим в десятки раз меньше готовой продукции, чем в той же Европе. Поэтому сырьевая база нам позволяет такие темпы наращивать. У нас нет ограничений по трудовым ресурсам, в силу скрытой безработицы большой, неоптимального использования трудовых ресурсов, но и в силу большой резервной армии, которую нам дает Евразийский экономический союз, но еще катастрофа с Украиной. Большой приток людей квалифицированных, знающих и умеющих работать. А по времени есть у нас ограничения в связи с тем, что... У нас есть ограничения, да, связанные с тем, что новый технологический уклад сегодня вступил в фазу роста. Во всех передовых странах идет модернизация производства на базе нового технологического уклада, настоящая революция технологическая. И опыт развития, накопленный за последние 200 лет, показывает, что возможности совершить рывок в развитии возникают как раз при смене технологических укладов. Когда старая структура уже не расширяется, идет поиск новых технологий, формируются новые технологические траектории. И те страны, которые первыми нащипывают эти траектории, они как бы поднимаются на волне экономического роста. И вот эта длинная волна, которая называется Кондратьевскими волнами, сегодня вступает в фазу роста. А войны мировые на какой стадии вот в этих волнах происходят? Войны? Да. Ну вот крупные, когда мы это помним... Как раз это период смены технологических укладов, это период нарастающей военно-политической напряженности, схватки за лидерство. И те экономические санкции, которые мы сегодня испытываем, это попытка Соединенных Штатов закрепить свое господство в нашей части планеты. В 90-е годы они уже решили, что мы их периферия. И с точки зрения макроэкономики мы действительно оказались их периферией и по оффшаризации, и по внешней зависимости, и по доле внешнего кредита. Мы оказались на периферии американской финансовой системы. И они хотят нас в этом же состоянии дальше и держать. Поэтому экономические санкции, направленные против самостоятельной политики нашего президента, имеют целью удержать нас в периферийном состоянии американской экономики, не дать нам возможность развиться, встать на ноги. И, конечно, если мы не изменим экономическую политику, не перейдем к стратегии развития, о которой я говорил, которая сочетает в себе деловую активность бизнеса, научные достижения нашей страны и стратегию развития, основанные на сочетании индикативного планирования и гибкого денежного предложения с целевым контролем за использованием денег, то мы долго не сможем проводить и самостоятельную политику в других областях, поскольку без сильной экономики, без конкурентоспособной экономики невозможно быть самостоятельным. В том числе в военной сфере. Разумеется. Тем более, что технологические революции затрагивают и оборонно-промышленный комплекс, естественно, тоже. Где, почему и обостряется военно-политическая напряженность в такие периоды, поскольку в рамках либерально-демократической модели государство имеет право вмешиваться только для обеспечения интересов обороны и безопасности, всегда получается так, что смена технологических укладов идет через гонку вооружения. К сожалению, до сих пор так было. Мы могли бы, конечно, этому противостоять и предложить какую-то программу широкого международного сотрудничества в научно-технической сфере. Скажем, защиту Земли от космических угроз, от всякого рода катастроф. Предлагали это, не размещение в космосе? Мы это предлагали делать, когда еще не было экономических санкций. Но американцы встали на путь, на тропу войны, что называется. Они встали на тропу войны, потому что война позволяет им удержать контроль над периферией. Война это ведь гибридный характер принимает. Главный фронт здесь валютно-финансовый. Смысл этой войны заключается в том, чтобы либо усилить свой контроль над периферией, либо, если не получается, хаотизировать периферию. И в этом хаосе дать себе преимущество и не допустить расширения конкурентных возможностей Китая. То есть борьба идет между старым и новым лидером. Это отдельная тема. Могу сказать, что исходя из теории длинных циклов, это и длинные волны Кондратьева, и циклы накопления капитала, мы их называем сменой не только технологических, но и мирохозяйственных укладов, когда меняется вся система институтов регулирования воспроизводства капитала. Это очень опасные периоды, потому что обостряется схватка за лидерство. И хотя схватка идет сегодня между США и Китаем, она идет за периферией. Мы на этой периферии являемся ключевым, как сказать, звеном, который может стать частью ядра нового мирохозяйственного уклада и нового технологического уклада. Но для этого нам нужна своя стратегия развития и разумная современная программа экономического роста. У нас буквально вот 10 секунд, вы относительно нашего будущего с пессимизмом смотрите ближайшего? Я смотрю с оптимизмом, потому что возможности у нас для рывка есть. Бизнес у нас в основном здоровый, готов впрячься. Но для этого государство должно создать необходимые условия в рамках частного государственного партнерства на основе рекомендаций науки, а не пускать все на самотеку. Сергей Глазьев, спасибо вам большое, что пришли. Очень много вопросов вам здесь и технических, о чем вы говорили. Ждем вас еще, по возможности. Спасибо, Сергей Глазьев.